куда-то бить здание. Поглядим, как сейчас будет. Ну что, по драфту. Значит, дефолтные баны, по сути. Queen of Pain с Undying на первой стадии и Doombringers с Task. Кстати, странно то, что против Альянс не банятся вот эти всякие Фурионы. Потому что обычно Альянс, если им не банят Фуриона, не его забирают. Но тут Висптини. Ну да, Ехом что-то совсем по дефолту прошлись. Ну, во-первых, убрали всех оффлайнеров. Посмотри, одни оффлайнеры. Да, баны Бульдога only. Ну, за исключением Фурича, которого пока не оставили. А учитывая, что нет, бана лишнего просто на Фурича. Ну, может быть, но, опять же, Фурион, по-моему, пострашнее, чем Дарксирот в Бульдога. Ой, ты посмотри, какой интересный пик. Да, Ехом и Ультра нестандартно играют. Бэйн, Никс и ЕСФ. И, честно скажу, Никс хорош в определенных играх. Ну, лично мое мнение. Против Тинни и Виспа, ну, черт его знает. Типа стратегия, что он быстро вырезает Виспа, не очень верится в это. Ну, да, 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 это весьма специфическая тема. Поэтому Никса, я не считаю, что это герои третьего пика. Согласен. Абсолютно. То есть есть намного более перспективные персонажи. Конечно, тут многих уже забанили, но и суппортов осталось много хороших. Оффлайнеров и керри. Так что, я думаю, что кроме Никса тут было кого взять. А таким образом, Ехом, забрав Никса, сразу же Альянсам говорят, мол, мы будем вас там жечь-копать. Так что не берите героев, которые от этого сильно страдают. Да, да, вот именно, что наоборот. Обычно как раз-таки Никса надо брать против героев, которые от него страдают. А здесь, как бы, таких нет. И заранее они его взяли, ну, окей, посмотрим. Вот Никс очень хорош против Queen of Pain. Я вот прям вообще офигенен. Нажимаем в карапасе, она сама себя сонник-вэйвом убивает. А вот именно идеально, потому что анимации очень долгие. И у обычного Крика ты видишь, когда в тебя летит снаряд. Да, да. И у ультимативного, то есть, видишь эту анимацию. Поэтому, да. И она интавик, и Моноберн заезжает очень жестко. Кружок идеален. Вообще, как бы, да, ты ее закрепил, потом импейлами накрыл. Моноберном ей полкабины снес, и она вообще плачет. Заезжает Дазл, пока у Альянса стабильный такой стандартный пик. Далее Виспа забираем, под него берем Тони. Есть Дазл, мы его тоже берем. То есть, пока все дефолтно. У Юхоу, ну, только, наверное, из дефолтных вот этих вот ферст-пик персонажей, это СФ. Потом вот залетает Бейн, которого не особо, как бы, на первой стадии стоит пикать. И Никс Ассасин. То есть, у них своя волна. И не особо парятся. Да, драфт у них действительно очень специфический. Ну, погляди, может быть, они что-то знают. Если у них получится классно исполнить, претензии, я думаю, будут абсолютно исчерпаны. У меня вообще никаких к ним претензий нет, пусть играют, чем хотят. Я просто, как бы, комментирую то, что вижу, пробую. Вот пусть... Да, ну, неординарно, неординарно действуют. Да, тут далеко не стандартные персонажи. Ну, вот и четвертый пик сейчас. Причем, непонятно пока Никс на какой именно роли будет. Будет ли это оффлейн или суппорт. Вообще, он и в сложной очень хорошо стоит. Крайне живучий персонаж. И отстанется может, и скрапасировать может. Если, конечно, там burst damage и одиночный, а не какой-то периодический. Периодическим как раз Никс не особо хорошо дружит. Ну, по итогу, если, например, уже в теории пойдет Бэйн Никс в харду, то там они нормально зададут жару. Мозги будут выносить приличненько. Так что можем мы подобное увидеть. Но, опять же, СФ в миде против Висфа и Тинни долго не проживет. Поэтому ему нужна какая-то хелпа. И вот уже хотя бы один герой, который может что-то делать против комбы Висфа и Тинни, это Вичдоктор. Да, получается тогда Никс в сложную, действительно. Может быть, как ты правильно сказал, с Бэйном они туда отправятся. Вичдоктор, скорее всего, будет помогать СФу в таком случае. И остается герой на легкую. Но если это будет один герой, то, соответственно, оффлейнер Альянс, кто бы это ни был, он будет вообще в шоколаде, потому что он будет один. Ну, тогда и Хомом нужно думать о том, чтобы взять какого-то сильного персонажа, который может соло стоять против практически любого героя. Ну, в общем, сейчас вот мы посмотрим. Может быть, Альянс... У них уже два суппорта есть. Они сейчас спалят либо того, кто на изи-лейнии стоит. Ох, смотри на этого героя. Какой неудобный. Очень, очень неудобный дядя. В особенности неудобен он будет для Бэйна, потому что теперь ему будет закастать. Вот в чем минусы Бэйна. Он на начальной стадии просто шикарен, да? У него там очень много демаджа с руки, хорошие статы, скилл довольно дешевый, при том, что дамажит и хильбя. Все вроде замечательно. И комбинации с ним мутятся разные через его Найтмар. Но, когда дело доходит до масс-файтов, он свои вот эти вот ручки, когда поднимает и ультует, их очень легко. Этот ульт легко сбить. Есть Тинни с Эвелэленчем, есть Тос. Его элементарно быстро убить можно, потому что он стоит на месте. А еще теперь Брюмастер с Праймал Сплитом, который тебя тупо поднимает в Юлу, и ему это вообще ничего не стоит. Да, да, да. Ну, если только не поймать самого Брюмастера, тогда Тинни остается без контроля. И вот здесь уже... Ну, вот, просто антибульдог гейдинг. Пять героев Бульдога отправились в бан, друзья. Это паранойя. Это просто паранойя. Это правильно, потому что Бульдог реально изверг. Он очень жесткий. Пять банов чисто против Бульдога. Можно Тимбульдог назвать эту команду, уже свободно. Я тут Тимбульдог покопировать пришел. Не, баны, конечно, весьма красноречивые. Досадно будет, если сейчас Брюмастер пойдет сложную. Кстати, а этот такой, что может, потому что если будет ситуация с состоянием один на один в оффлейне, то Брюмастер там вообще идеально стоит. То есть его вдвоем тяжело убивать, а в соло он еще и сам гонять может. Есть такое. Брюмастер Магет. Да, Брюмастер очень такой, достаточно такие гибкие герои. Его и... И хорошо то, что... Ой-ой-ой, антимаг заезжает. Тяжелая артиллерия пошла. Да, по поводу Брюмастера. То есть его и в мид можно отправить, и на изи-лейн можно отправить. Вполне свободно, поэтому... И ему еще очень хорошо будет вот в этой игре за счет дазла. То есть бывает иногда так, что ты врываешься и думаешь, то ли давать клэп, то ли сразу ультовать. А тут он уже может не париться, нажимать клэп, если его там будут встанить, пенетрировать всем, чем можно. Всегда есть дазл, грейванет, и он там уже по-любому ульт прожимает. Да-да-да, это тоже очень мощная комбинация. Ну и в принципе, целостный пик Ехоум, он мне уже нравится. То есть вот когда они добрали всех этих героев, да, действительно, у них есть чем драться. На линиях они тоже вроде себя должны нормально чувствовать. Мне интересно, как будут Ехоум именно в плане массфайтов себя ощущать, потому что Альянсу могут. Вот знаешь, я тут чуть-чуть не соглашусь. У них, у Ехоум полный набор дерьма, извините меня за выражение, потому что если Альянсу делают четко, это игра на 20 минут. Вот, вот, именно. Именно в это и упирается исполнение. Потому что если игра затянется, я вообще не понимаю, как Альянс будут там нормально драться, конечно, у них там есть небольшой контроль. Да у них же есть, нормально. Ну смотри, ну вообще, конечно, СФ в теории вместе с антимагом вроде жесткий, но Вич Доктор в затяжной игре только жесткий своим дезвердом, но для этого надо Аганим, потому что без Аганима ты точно не ультанешь. Ну да, без Аганима будет плохо. Ой, без БКБ. А без Аганима мало демаджа слишком. Вот. Никс Ассасин тоже свою эффективность очень сильно теряет с затяжной игрой, учитывая, что здесь нет того, кого он бы прям как-то что-то жестко. Ну, как бы совсем контрит, да, тут тоже не о чем. Да. Бэйн, ну, БКБ купит, будет реально жесткий. Не купит, тогда извините. Ну, мало ли. БКБ Аганим Бэйну, БКБ Аганим Вич Доктору, и тогда будет неплохо. Да-да, тогда, короче, надо ставить на изи-лейн Вич Доктора, в мид ставить какого-нибудь Бэйна, нормально. И суппорт антимаг, то есть все как положено. Ну что, давай, рассказывай, кто тут на ком играет. Так, сейчас, секунду. Давай, тогда я расскажу, кто на ком играет. Сетивай будет играть у Ихо на антимаге, Ланэм играет Бэйном, Элэван поиграет на Никс Ассасин и Олд Чикен будет играть у нас с СФом, и Кака поиграет на Вич Докторе. Да, ну и, собственно, команда Альянс, мы видим С4 на Брюмастере, бегает нац, рядышком с ним Висп, Лода, естественно, на Тиннике, на нижнюю линию у нас пока перетянулся Океан на Дазе, и на верхнем линии Адмирал Бульдог на Бистмастере. Да, мы сразу-таки сейчас посмотрим, куда, кто варды будет тыкать. Никс Ассасин прилетел в топ, но варда он не поставил, у него два Мангуса, Танго, Щеточек и Айрон Брэнч. Ну, закупы вы видите. Вардишки пока не ставятся. Никс, наверное, а нет, вот один варда вижу, уже снизу поставили, а второй, как бы, Бэнь думает. Судя по всему, Альянс решили немножко намудрить с линиями, то есть они отправляют Бистмастера на верхнюю сторону, хотя еще все может поменяться, еще 20 секунд времени есть, но нет, Бистмастер не смещается, и да, С4 уходит в сложную вместе с Аки, а в Миде будет стоять Виспкини. Вот такое интересное решение, они будут стоять против Антимага, Антимага против Брюс, Дазли, мало что сможет сделать, ему нужна будет поддержка. То есть, по линиям, если Ланэм уйдет в оффлейн к Никсу, все будет очень плохо на уехомах. Так, сетевая сразу дали по щам. Хорошо. Да, линии довольно интересненькие получается. Ну да, по идее, конечно же, надо, надо сетевая на лайне объяснять, что он Антимаг, и у него все будет не так хорошо. Никс, в принципе, ну, Никс сильно просветать, по идее, от Бистмастера не должен, но если Бистмастер лютый задер, а Бульдог, я думаю, лютый задер, то по идее он встрял. Просто там это регенерация, плюс армор у Никса родной вполне нормальный, и щиточек. Ну, такое, короче. Я думаю, тут больше будет веселье в миде. Вот в миде будет лютая заруба. В миде будет безудержное веселье. Тут у нас, с одной стороны, есть Бейн, который уже, кстати, без половины столба, не поднял таким чудом. С другой стороны, есть Тинни с Виспом. Но Тинни с Виспом, конечно, без левела пока мало на что способны, но с появлением уровня 3 хотя бы, то и Бейн, и Шудуфинт должны держаться очень осторожно. Да. Вот, смотри, как грамотно играет у нас вот этот вот товарищ Натс. Он пошел, сделал сразу два стака. В это время мог тоже тем же самым заняться Бейн. Ну, хотя бы один стак пошел бы сделал. СФу нужно поднять третий левел. Для чего? Для того, что вы бьете того же Тинни, как только отходит куда-нибудь за руны или еще что-то, вы делаете просто пару тычек ему с руки, потом вешается Найтмар, СФ подходит, дает ему первый, второй рейс и давай до свидания. А вроде как все довольно просто, но он не поднимет себе быстро третий левел, если Бейн тут будет постоянно тусить. Да, да, согласен. И Бейн должен какую-то супер офигенную ценность делать во время стадии лейнинга, во время этого стояния. То есть, либо уничтожать виспа в мясо для того, чтобы его вот это экспо-съедание окупалось, либо, я вообще не знаю, да, либо действительно делать отводы, как ты правильно сказал, но сейчас, не вижу, боже, как внизу больно сейчас этому антимагу, бедняжка, не знаю, куда им деваться. В теории, они убить антимага не могут, но зато мешать ему фармить, это то, зачем они здесь. Да, да, ну а им пока Крипчиков вроде более-менее добивает, хотя у С4 ситуация, естественно, получше будет. Но Вичдоктор тоже специфический суппорт, и если совсем плакок начинается замес, то Вичдоктор может умереть вот этого же бремастера. Ну вообще да, да, может. То есть антимага прогонят, антимаг ничего не сможет сделать, то есть не стану не затянуть, ничего у него такого нет. А вот Вичдоктор может стрелять в попытках спасти своего керри. Ой-ой-ой, посмотри, как он. Да, 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 очень больно. Даже Бурманшилд не особо спасает, конечно, тут тяжковато, тяжковато будет антимагу. Ну пока 7 крипов, как мы видим, с Лосхитом не суперкруто, но у Тини тоже дела не прям такие, но у него-то стаки, у него-то стаки. Да, Тини со временем на этих стаках хорошо отожрется. Никс хорошо стоит, у него 13 на 1 крипстат, у Адмирала Бульдога мы видим 12 на 2, то есть они там одинаково хорошо стоят, но видимо ребята осознали то, что убить друг друга они не могут, поэтому будем фармить. Да, как-то вот так и есть. Никс Эсасин время от времени он станами откидывается, ну и в общем-то друг друга харасит, фармят, мешать особо не могут. Минимум пока. Там будет много решать подключение, потому что и Бистмастер с появлением 6 левела может гангать, и Никс Эсасин. Но Никс это вообще его прямое назначение с этим Инвизом бегать, что-то делать. Бист, он больше, наверное, еще все равно фарм будет ударяться со своими Некрами и прочим. И опять же, кстати, Бист очень хорош против этого Никса в Никро 3. Никро 3, да, и против Антимага Бистмастер тоже очень хорош на счет своего контроля. Это один из лучших вообще персонажей, наверное, против Аэма. Так что будет совсем тяжело и Хоумом. Но, опять же, многое зависит от исполнения, потому что на бумаге можно расписать, как и одни убивают других, и вторые первых. Мы сценаристы еще те. Можем расписать ОГОГО. Ну, пока у нас 4 минуты пиения и стаканья крипов. Как-то вот так. Пока что вот сетевая... Не, ну Висп вообще молодец. Просто посмотри, как НАЦ отводит. Да, суперкруто. Ну, сейчас один не получилось отвод сделать, но второй получилось. Причем, я думал, что наоборот выйдет. Ну, ладно. Очень-очень много крипов. Причем, там стоят кто там, сатирчики вроде бы стоят. Огры, волки. Очень быстро это все мрет. И для лоды будет, конечно, очень приятно потом пина в шестом уровне все это зафармить. Да, приятненько. А тут у нас так и делаются. Тут, да, тоже делается. Там не супермага, но тоже что-то есть. Поменьше, конечно, поменьше. Так, ну, Альянсы будут играть гораздо агрессивнее, чем Яхоумы. У Яхоумов, в принципе, из агрессии есть только Никс Ассасин, который может там куда-то подключаться и с кем-то пытаться убивать. Вот здесь уже с ноги просто выгоняет Офигенная анимация. Да, не правда. Очень крутая. Так вот, потом у ребят из Альянс есть Брюмастер. Который, кстати, антимага заклепал. Так, что подвышка шла. Да, он 17 криков, кстати, у антимага уже. Более-менее. Не, ну, он подвышкой крепится. Он там с топориком. Он прекрасно понял, что без топорика подвышкой он вообще ничего не добьет. И топор, я думаю, уже давным-давно окупился. Так, там, слышу, насыпает у нас лода. Ой, да. Нечего расслабляться. Как, а что-то как вышел, поставил вард. Еще один вард прям. Тот еще не кончился, он решил новенький тыкнуть. Так, тычка. Ой-ой-ой, а тут крита-то. А если бы сейчас крита проперло, дружище? Что бы тогда ты сделал? Это был тот неловкий момент, когда антимаг умирает от бремястера. Так, а тут у нас мидиии. Ланэм выживает на копеечках, успевает тебя засуицидить. Ты ж посмотри на этого задрота. Да, реально задрот. Слушай, и через 4 секунды, правда, только будет Avalanche. Слушай, а фрак, а что сделали, что теперь фраги не донесутся? Да, теперь не считается. Это просто нереальный апдейт. Всего 5 лет ушло, надо было, чтобы это сделать. Просто вов-вов-вов. Теперь от нейтрала, в дына, и вот это все, это не считается. Отлично, отлично. Просто супер. Так, она ходит руну виспайрт. Ну, не важно какую. Булбурген, конечно, было вообще суперкруто. Ну, и такая руна тоже сойдет. Сетевая по-прежнему тут по щам, но он уже себе кольцо натерпел, у него еще даже тангусик есть. Ну, буримастер, конечно, в супершоколаде. То есть, что делать с этим отожиранным хомяком, вообще не ясно. У него сейчас арканбуцы, 800 золота, и если все будет так же развиваться, у него когда-то появится блинг, причем когда-то это будет совсем-совсем скоро. И он уже будет представлять огромную угрозу во время замесов конкретно. Потому что ни Вич-Доктор, ни Бейну он вообще жизни не даст. Да, он же уже как бы себе купил арканы. Монопула достаточно будет, чтобы постоянно, постоянно спамить все эти вот вивы. То есть, даже элементарно антимаг подходит бить крипов, ты вивас, и ему по лицу залетает. Потом клэп, вив, клэп, вив, клэп, тычки с руки. Да, мама очень много, очень тяжело подходить к крипам. Так, что у нас в центре? В центре пока я удивлен, потому что СФ жив, уже 7 минут. Бейн работал здесь. Он, кстати, один раз даже умер, мы видели, но это за счет грамотной своей игры, да, засуицидился и не отдал ФБ. Так что, вот если бы не Бейн, СФ бы точно бы из таверны не вылазил по постоянным клиентам. Так, ну а здесь уже, я смотрю, Альянс решили пойти зафармить отводы, и пока, урона не хватает для того, чтобы совсем быстро тут все сбрить. Думаю, со следующего захода ребята справятся, потому что будет уже бот у Ловиспа наполнен. И Никс, Никс пришел в Инвизию, разведал стаки, говорит, что ребята тут сейчас пытаются подфармить немного. Давайте потягивать СФ, такие тайминги, боже мой, посмотри, сколько денег. Я еще хотел сказать, то есть еще не факт, что как бы эти стаки зафармят сами Альянс, если грамотно будут играть их хоум, то по сути СФчику буквально проникнуть в вражеский лес, дать эти три КЛА и привет, пока. Боже мой, как это больно, ты только посмотри, что происходит. Ты должны доказывать. Злой Лода, нападает, закидывает поближе к своим тиммейтам, которых рядом нет, но все равно поближе к тиммейтам. Висмастер с другого фланга вообще заходил, в итоге они тут вдвоем оказались, но как же много денег сейчас отбирает Шадоу Финт. И разница получается просто колоссальная, посмотри, именно разница между Тиней и СФом. Тысяча золота. Да, СФчик поднялся, ты по экспе, как бы он сейчас очень даже доволен. У него почти восьмой, на целый левел опережает. Очередное нападение, но там сзади Никтос Ассин, подрубает заранее карапасы, у Майнаса проблемы, Майнас погибает, есть плюс блат, Олд Чикен просто в шоколаде вообще, я просто пошел зафармил, еще и сделал ХП. Да это жесть! Что происходит? Жесть происходит. Вот, вот, вот. И вот теперь исполнение. именно, исполнение, потому что Яхоум показывает, что они не будут давать вам фармить совершенно спокойно ваших хребчиков на Гастаке. Не будет никакой халявы, и в итоге пока что халява вся достается Яхоумам. Да, но будем ждать подключения сфора с Бульдогом, потому что эти два товарища пока ничего не делают, если Никс уже вышел там в лес, дал разведку, СФ пришел, зафармил, потом он помог СФ сделать ФБ, вообще, Алдчикен уже должен как бы этому Никс Асасинову как минимум пару кружек хорошего немецкого певчанского. Так, вот туда пока даст, но С4 не будет выходить до тех пор, пока он себе блинк не дофармит, я так понимаю, и правильно, наверное, сделаю, потому что сейчас от него проку будет немного, блинком, конечно, будет совсем неприятный персонаж, а там уже можно идти куролесить сколько угодно и отдавать линию кому-то другому подформить хотя бы даже особо кинжение, но... Да, у нас там параллельные матчи идут, там уже где-то какие-то зарубы, там что-то Тоби, я слышу... А может он комментирует этот матч и говорит... Как же бежит? Как же бежит от Никс, боже мой, он делает отвод? Просто феноменательный отвод от Жукс Ассасина. О нет, как он это делает? Так, волки. И нет, не сделал он отвод. Трейлер. Так, ладно. У нас тут смолки и у нас нашли антимага. В итоге вискидает и говорит... Ты был мне как брат! Ты был мне как брат! за всех на урон зажимают бедного лоду, разрываются его на части и это, конечно, плохо. Да, хорошего тут определенно мало. Там еще Вич-доктор захиливает на всю свою ману с третьим вуду-рестарейшеном. О-о-о! Боже мой, 32 единицы здоровья в секунду это нереально много на такой-то минуте, когда там весь урон сводится как раз к единицам десяткам демеджа. По идее какое-то одно подключение Бэйн имеет ульту вот он сейчас вязает Nightmare есть телепорт Nightmare сразу же конечно же переманивается понятное дело один рейс второй рейс тычка тычка давай отлично сыграно как же разваливает и холм сейчас еще и с4 будут пытаться наверное набегать так тут жук понимает что надо прессовать Аки отличный выбор цели что они сетевая без блинка сетевая можно наваливать но он довольно толстый слишком слишком мало урона убить вряд ли получится тем более вещдоктор подрубает хилы тут уже сто процентов убить не получится поднял юлы всего там tower по миду пока пушится тут слип интересно придет ли кто-то нет никого нет там эсэф только что на топе оказался ничего удивительного что сейчас нет никаких перетяг и по деньгам яфон начинает стремительно вырваться вперед то есть это было недавно там тысяча потом вдруг две сейчас уже три а по эксперт пятера это в принципе плюс еще вышка забирает у него мека появляется все очень хорошо то есть вот эта дота в 4 плюс 1 на уже в принципе вполне вполне хорошо будет работать потому что сф отожрался нормально никс ассин ган грант очень результативно очень результативно ну вот против никс ассина видать забыли как играть вообще не играют против него никаких центрей центряк только на линии вот в итоге eleven просто заходит бам бам как в папчике боже так просто это бывает неужели я в папчике бы так не смог загангать я пришел вы мне там просто доставить центрями никроме третьими уже бы просветили засунули вы мне вот эти маньяк третьими естественно потому что у твоих тиммейтов уже по 0.10 примерно там уже у всех есть третий не края стандарт такой даггер появляется на примастера еще 50 секунд до кулдауна промо-флита поэтому не супер как бы да и в итоге еще одну вышку теряют сейчас альянс конечно мы говорили про 15-минутную игру в сторону юхомов но тут не исключена 15-минутка в обратную сторону вообще как бы не исключена потому что пока все вообще начинания команды альянс полностью кондрятся их омами стаки их ом зафармили вообще все вот эти ганги нападения на война по сути бэнь должен был отдать фб но в итоге бэнь не отдал в итоге сделали сами и так далее то есть все четкие ганги реализация инвизов война снизу нападение никс там убивает виспа по чуть-чуть по чуть-чуть но их он совсем далеко вырывать 5 косарей уже 5 это уже серьезная заявка выходит бульдог на линию некро первые есть у него и аэм само собой у него тут уже половина бфа есть джук вот джук просто стоит понимаешь он просто стоит да прям прям у противника центре есть есть вот у аки два центряка юзайца смоук сразу же смоук с одного слетает там вич доктор ставит из варки сразу же насыпает ему гречи немного в.д. скорее всего тут умрет но сам виноват слишком далеко отрачал так на никсад тоже есть нападение подстрял здесь лаван должны его конечно же тоже забирать минус 2 но опять же вот вот и хобом пошли ладно бич доктор окей это малая коих была которую можно было в общем-то отдать никсу надо было сразу отсюда валить и вообще изначально непонятно почему никс там стоял и почему он не уходил потому что олд чикен и ланэм тупо в миде ну да к тому что не понял то есть здесь как-то они не совсем друг друга поняли сетевая понятное дело будет фармить плетить но ланэм должен был подтянуться вместе с олд чикином этого не было так проблемы могут быть у лоды лода приплыл и тут он не успеет даже так пафосно сетевая закончил это убийство там опять у нас кто-то умирает нет кстати улд чикин против трех пацанов воюет а у него еще мекка имеется никсосатин рядом должен подсейвить мекасм прожимается все отлично залетает булыжник вот чикино клэп еще буквально две тычки нужно сделать и эти две тычки получается нанести сфору кстати больно после ультима это да ему нужно уходить аки кидает грейв на себя пытается убежать ну да его все равно отсюда не отпустят жукс его добивает а у него уже наверное дагер какой-то там вот сейчас прилетел к нему дагер вернее лететь будет совсем скоро с4 смог скрыться с места происшествия и для ленса хоть какое-то небольшое утешение так средненько подрались но опять же они должны доминировать против аэма а не средненько драться ситуация сложилась совсем не такая какую планировали альянс и сейчас им придется играть в свою спидпуш доту тини взял дагер тони теперь довольно жесткий в плане прокасты но я не знаю там же никс с карапасами то есть тяжело будет убивать бейн такой довольно плотный герой то есть ты на каких-то суппортов только можешь запрыгнуть убить и учитывая что там есть мека и еще вуду ресторейшн то блин не факт что у тебя получится убить а после прокаста этот тони кусок да пока он действительно кусок тут на последней секунде не на последние там 6 секунд оставалось то чтобы разбить вард хотел немного понагнетать 50 золота битва просто за миллион смолки еще один выход от альянс дабл вместе с бульдогом по нижней линии и в миде поймали с фором рейт 1 но пока еще непонятно лотт бейн да пощекотал пощекотал тут это три кайла тарканы все пылает светится да и лота поднимает что в этой игре нужно фармить и поэтому бакбарис блин фармить вообще да конечно блинк он купил еще до того как понял что нужно фармить походу но действительно блинк здесь уже становится совсем неактуальным потому что ты никого убить не можешь и в итоге эти 2000 у тебя просто мертвым грузом лежат в инвентаре даже тот же вот мидасик который любит лост был бы явно посимпатичнее в такой-то каточке именно в этой ситуации конкретно мидас реально был бы лучше конечно может еще барабаны какие-то были бы неплохи просто чтобы усилить общую вот эту аурность на команду там ремастер соберет сектор владмир у бисмастера не крачи плюс аура на скорость у тебя будут барабаны может быть мясом получится задавить ну пока вот есть даггер и собрались снизу альянс они судя по всему хотят дефать но опять же и хоумов тяжело понять и хоумы пытаются обманывать судя по всему своего противника они собрались снизу якобы мы сейчас будем ломать а в итоге сами уходят в лес фармят его и не особо говорят желанием в лобовое столкновение прям идти а у них есть антимаг сф им торопиться особо некуда причем вражеский тинни фармит очень медленно нетвор всего 5400 это крайне мало даже у бульдога вон 6200 все крайне клайне-клайне плохо именно так плюс тинни пока безогонимо соответственно ancient of mass фармить не может что еще сильнее понижает его он вообще не фармит по сути он ждет ждет момента чтобы ворваться этого момента все нет и нет он не подставляется ехом антимаг вообще из лесов не влазит только то в своих то в чужих обитает качественно весьма подфармливает и плюс батлфири уже готов то есть хп реген ман реген уже очень хороший не удивлюсь если мы прямо сейчас мы увидим какой-то владмир просто вот для сплитпуша еще более усиленного да ему манта здесь не сильно нужна потому что нет персонажей которые будут там как-то ловить убивать каких-то саленсов нехороших и опять же вот висп тоже с тинни антимагу не страшны потому что он всегда успеет отблинковаться там 10 раз пока этот релокейт кастуется в общем другими словами антимагу вообще бояться нечего на этой карте пока до линии с виспом вот тот же релокейт на других персонажах тоже особо не могут реализовывать потому что можно и сдохнуть на карте толком ничего не понятно где кто бегает что если посмотреть на вижу например вот этих вот ребят то у них у них видно только у них вообще ничего не видно на карте они видят только линии где крипы ходят и вот этот лайн Всё. По сути, они ничего не видят. Да, учитывая то, что вы пытались играть через эту агрессию, то накрывается весь ваш вклад, который вы делаете. А здесь, посмотри, здесь стоит Rathward, видно нижнюю линию T1 Tower. Здесь в миде видно стоит вардецкий. Ну, в принципе, тут тоже не суперогромный вижен, но все точки, где могут находиться Alliance, они видят, и дальше уже можно просто понимать. Ну, всё-таки, я так понимаю, сетевая решила, что Монта Стайл может быть неплох здесь, потому что появляется у него Блэйда Фалакрит, и может быть это просто Яша как промежуточный артефакт, просто чтобы фармить скорее. Да, ему на самом деле настолько пофиг каким образом, что ему главное быстро фармить, и он быстро фармит, что ему ещё надо. Ну, конечно, было бы явно попроще, потому что ты бы хотя бы хитпоинты свои не терял и нон-стоп фармил, а так иногда придётся чуть-чуть потупить. Да, плюс линия сильнее толкается, если ты на ней, ну, если ты как раз сплетишь, там, куда-то на вышку, успеешь добраться. Уже, кстати, половины тир-2 на топе нет у Alliance. Ну и да, что-то у Алика всё совсем грустно, уже 7500 они проигрывают, хотя, вроде бы, динамика немного спала, но это временно, потому что антимаг только-только начинает набирать обороты. И совсем скоро он будет иметь там гпм в 7 сотен, и его будет очень тяжело удержать. Так, ну что, с Макевичем. Смакевич от E-Home очередные. Вообще, E-Home молодцы, играют реально агрессивно. E-Home мы против Vichy Gaming играли вполне агрессивно. Они даже, несмотря на то, что проигрывали, пытались там как-то брыкаться, что-то придумывать. То есть это не была какая-то стандартная вот эта вот игра, где две команды терпят и терпят. Нет, там наоборот, месиво было лютое. А Альянс сейчас краски претерпевает, притом непонятно зачем. Так, ну вот и есть нападение, Valenche Toast. Ну вот он даже Грин, он даже Vichy Ng, он даже Vichy Ng убить не смог, его сразу же за Nightmare или. Это и Арчик раскастовывает свой ультимейт, но там грамотно, конечно, получилось его бацейт. Только вопрос там, а надо было ли? Ну смотри, на Алл Чикен. Да, на Алл Чикен, на Алл Чикен, у него есть у него Миказ, он сгибает, он сражает, но все равно жизнь у него продевается ненадолго. Даже Глиберкейп не спасает, Майнат здесь подцепился. Клодил Лотос, руки разваливают, есть 100, хорошо, минусует двоих. И вот, вот все-таки Альянс это... Да, и Кабан, смотри, вгрызается еще и в Vichy Doktor, и Vichy Doktor тут тоже будут убивать, через секунду будет ТОС. ТОС есть, и хочется Никса взять, но там уже вряд ли его получится догнать, хотя Даггер через секунду, но Никс тоже из Даггеров. Вот, вязкая драка, в итоге побеждают, не, Альянс зарабатывают 3,5 тысячи голды в правильнице. И это неплохая заявочка, не то чтобы, конечно, на камбэк, но на ничё реабилитацию так точно. На правду, антимаг почти засплитил тир-2. Ну вот, в таком русле должна была двигаться практически вся игра. То есть, Альянс это пятером месяц четверых игроков и хоум. Нет, ну ты посмотри на это сетевое. Боже, это самый просто дерзкий, самый наглый игрок. Ой, ой, да ладно, да ладно, жёлко, вообще это получилось. Это жёстко, это было сейчас реально жёстко. Самый наглый игрок, вот, он на джиггернаута покупал момчик, даггер, прыгал там, резал, и у него получалось это. Никто вообще не понимал, что это за джиггернаут, вот, против тех же Вичи Гейминг, вот, это последняя каточка, когда была. Он просто вытворял такие вещи, что, ну, прям, ого-го. То есть, и сейчас, вот так вот, в наглую, прям перед Тинни, берёт и Ласт Хитит Тауэр. Он покупает себе гиперстоун. Как тебе такое приобретение на альтимаге? Да, это крайне интересно, неужели это будет Кираса? Ну, если он собирается именно сплитить, ну, вообще Кираса неплохо описывается под СФа, и суммарно они там уже будут 11, кажется, там, армора снимать. Ну да, это будет уже много, достаточно. Потому что два физушника, плюс Вич Доктор с Дезвардом, это серьёзная заявка, там ни у кого столько брони вообще нет. Так, а тут у нас что? Тут у нас врыв, Глимер Кейпин себя подсевил, там, конечно же, есть Синтришники. А, тут даже Некра, третий есть, всё нормально, есть, вижу. И СФ, нашли, да ладно! И СФчик, который пытается уйти из Телепорта, уйдёт из Телепорта, нет, не уходит, чуть-чуть не хватило, прям, совсем чуть-чуть. И есть ещё два фрага. И очень важных два фрага. И в миде, в миде возвращаются сейчас Альянс, правда, есть НТимаг, ну, ладно, Нат умрёт. Да, Нат-а тут уже никак не вернуть, но Лода забрать, естественно, не получится. Потому что Лода сам пошёл за Жук с Ассайсином, подбрасывает его, ну, что ты уйдишь, Никшарай! Титок руки, Тевчанским напоили, но тут Вич-Доктор, баночки очень хорошие ставятся, ДС-Батт, ещё и Нюкс по двоим даёт стат, как же больно с этого ДС-Батт. И Нюкс с Карапасами и выйдет, урод! Топоры не долетают, боже ж ты мой, как же Яхоум здесь хорошо сыграли, как же они всё чётко. Вич-Доктор очень вовремя, Никс не растерялся, дал стат по двоим, Бульдога нарезают. Ну, Кабан тут спасёт, конечно, Адмирала, хотя, не-не-не, всё, спасается, спасается Адмирал Гульдога. Вот эти Каскевич-Доктора только что стали просто каким-то фатальными, уничтожили они и Тини, и Брюмастера. Слушай, ну хороши, Яхоумы очень хороши, альянсы только-только проснулись, по щекам наполучали, начали раздупляться. Но Альянс, вот в итоге, там подбрили кого-то, там кого-то подзабрали, там где-то кто-то фиданул, и остановился рост экономики. Это как минимум хорошо для Альянс, ну или вернее неплохо. Ну, немножечко поздновато они, конечно, подхватились, но, опять же, все мы знаем, что в Доте камбэк очень-очень часто происходит, тем более в исполнении Альянса. Эти с мегакрипами умеют. Ну вот этот гипер, конечно, причем он купил вначале гипер, потом доделал манту, то есть как-то вот так решил он ускорить свой фарм за счет гипера. Фарм, конечно, очень сильно растет, ничего не скажешь. Две атаки в секунду. Серьезненько, да. Безусловно, Никс, очередной инвиз, он уже 11-го левела, делает себе, судя по всему, форсик после даггера Аркан, S4 нашел. Угу, ну вот он видит пока, привязался за ним. Ну, такое, он бы в соло его, конечно, не убил, но если бы кто-то помог, а пока рядом никого нет. Надо, надо фармить лоди, очень неистово, быстро фармить, 8600, он до сих пор даже букдогов перегнать не может, это смешно. Да, безогонимого очень тяжело это сделать. Это, грубо говоря, ну два героя, грубо говоря, фармят, ну как так, ну вис помогает Тинни, но он должен в два раза больше фармить, чем он бы один мог бы столько же фармить, сколько и с этим виспо. Причем получается помощь тогда виспа. Совсем медленно у лоды все получается в этой игре. Да, ну вот поглядим, получится ли Джонатана закрамбечить. Потому что в начале показалось, что все совсем безнадежно, потом немного Юхоум подарили надежду, Альянс. Вот он, Аганим у Тинни. Ну да, хотя бы Аганим появился уже, неплохо. Вообще, конечно, он должен был минуте на 16 появиться, на 17. Вот 26. Не, ну вообще, антимаг как таковой против Тинни, как керри, он вроде не особо крут, ну потому что милишник, без боковая, очень тяжело воевать. Агник, кстати, на поймали сразу, что его жестко фокусить, Найтвор немножко продлит его жизнь, но не более ей, сразу ретируется. Так, и здесь была попытка от Нихоум, судя по всему, забрать Рошана. А теперь, в принципе, можно с самим Альянсом туда пойти. Тем более, Аурокестмастера, Аурокестмастер плюс Владмир от Брюмастера дают очень много, как бы, статов для, ну халявных статов для Динни. Казалось бы, тут он Мистер Даггер и Аганим, а тут еще на халяву Гипер и на халяву там какой-то дэмэдж, плюс лайфстил. Так, есть Праймал Сплит, Вич Доктор ушел. Ну, СС с дабл дэмэджем, нужно немножко бояться, конечно, его лода там слоу граунда развалил веткой вард, и Альянс рассасывается, понимают, что ульт Брюмастера был потрачен не самым лучшим образом, нужно уходить. Эх, и отдавать Рошана, это, конечно, явно не то, чего хотели Альянс, но походу придется. Дальше можно стать просто бонусом к этому Рошану, где они не хотят им быть. Да, что там антимаг дальше будет, если этот Гипер дает мне покоя. Ну, я почти уверен, да, что это Кираса. Я, конечно, видел антимагов с вот этим Муншардом, тоже бешеные ребята. Ну, чисто просто покупаются Муншард, и у него там невероятно лютый атак спид, он прыгает и за секунду просто стирает. Ну, 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 все. Что там было? Думаю, если можно было сделать, чтобы анимация при определенном атак спиде делала так, что антимаг просто крутится. Как, да. Аки поставил центряк, и все, и ехнуло сердечко у него. Но он спасет. Нееет, нет, 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 эсэфская лопа. Нет, 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 без Грейва сегодня. Могло пожить немного, все равно бы не ушел, конечно, далеко не уйдешь. Там войны всякие уже подходили. Но даже без Грейва погибает. Турмашилд выложил. Пятеры. Антимаг хорошо сплитит, заставляет Кини улетать на Тир-2. На нижней линии тут, в свою очередь, эсэф забирает в миде Тир-2. 5400 у АЭМа, он там у магаза находится, что-то взял. И купил себе Сакрет Релик. Он просто покупает самые дорогие артефакты в магазине, наверное. Кстати, походу, да. Очень похоже на это. Было 2000, что там на 2000 можно купить? О, Гитлер, норм. Пришел 4000, и так, на 4000 Сакрет пойдет. Да, сетевая, но у него, безусловно, свое видение доты. Он играет по-своему, это, блин. Если вы не наблюдали за играми этого товарища, то просто посмотрите хотя бы пару каточек, вы сразу убедитесь в том, что сетевая товарищ своеобразная, и это очень-очень радует. Но он весьма олдскульный, если мне память не изменяет. Один вообще из самых олдскульных игроков. Жесткий, жесткий. Так, ну тут вышка не получилась. Опять тележка сильнее, чем Тини с 250 атаки. Ой, а тут что такое? Ого! Там таракан на дом завелся. Чего прихлопнуло его лода. Че-то да, немножечко. Мне в ту степь загулял, а он... Я, говорит, спейс-порт делаю. Не, ну ладно что, я, говорит, не ксосально, я хочу воевать. Я же, говорит, не виноват, что вы такие кириллы, там что-то крипов бьете. Пойду на базу в уроке заломлюсь. Пошалю немного. Ну, а бисал у антимага? Это крайне-крайне бобо. 20 тысячный творца и практически 1000 СФ, в то время как Тини имеет только 11. А ему желательно иметь хотя бы как у антимага, чтобы бороться с двумя такими корт персонажами. Ну да, у Альянс тут ситуация такова, что если у них получится выиграть, то это, скорее всего, произойдет из-за ошибки Ехоум. Какой-то макро ошибки, что Ехоум случайно потеряют две стороны где-то там. Очень-очень случайно. Ну так, с нароком. Антимаг улетает с топа, уже никак не найти. Антимаг на самом деле сейчас делать БКБ либо Кирасу, либо Муншард и погнали. Всё. Баттерфляй хорошо смотрится. Баттерфляй, безусловно, смотрится хорошо, но, типа, если он взял Гипер, что ему будет уже продавать будет. О, да-да-да. Просто, чтобы Аптини не станется, Тини просто моментально будет стюарт. Если у тебя будет БКБ, ты в него ворвешься. Ну да, будет полное вытирание Тини. Моментальное. А так, конечно, да. А, и Баттерфляй Кираса, это неубиваемый просто дядя. Реально неубиваемый. Очень много армора, половина тычек мимо. Да, просто армора по тридцатку, плюс, да, вот эти там 35% доджей. Я не знаю, Тини задолбётся убивать. Мне кажется, Тини просто не сможет убить Антимага, даже если Антимага будет просто стоять. Да-да-да-да. И ничего не делать, потому что у Тини уйдёт очень много времени на убийство этого персонажа. Ну вот Засаду устраивает Альянс, только непонятно, где Бестмастер. Бестмастера нет, Рвлопа у него нет. Поэтому Засада немного странная. Без основного героя на контроль. Ну, может, думают, кого-то саппорт нарезать, убежать, но вчетвером убивать саппорта. Может, Антимага думают, что получится убить. Опять же, без Бестмастера. Ну вот, Антимаг пришёл. Ну да, без Бестмастера Антимага убивать. Тяжело. Очень тяжело. Почти нереально. А вот такие Раска, кстати, подъезжает Антимагу. Блин, канулся, и Тини говорит, всё, пацан, он здесь? Мы всё увидели, надо валить. И тележка просто поехала в лес убивать Тини. Она видела его, походу. Как? Я не знаю, как. Ну вот так вот. Дота 2. В чём твоя проблема? У них, кстати, очередной тиммейт. Пошёл искать приключения. Боже, я зарежусь этим бейджиком. Немного офф-топа, но я реально зарежусь им. Почему они не делают скругленные концы на интернешнале скругленные концы у бейджиков? Понимаешь, мы были в Америке. В Америке даже в этих, как он, в отелях окна открыть нельзя было, потому что там люди такие, что могут и выпрыгнуть. Ну, у нас есть инсайд-инфа по поводу последнего вечера, поэтому я не удивлюсь, если бы кто-то выпрыгнул. Так что поэтому они там закруглённые, а здесь как бы считают, что IQ у людей вполне-вполне нормальная, как бы. Типа, они не будут все вены бейджиками вскрывать? Да. Я бы поскорил. Я могу случайно это сделать. Ну, вот случайно, да. Так, собственно, минутка лавтопа закончена, за это время ровным счётом ничего не произошло. E-Home немного поджали Альянс, Альянс в итоге оказались на базе всей своей командой. Рецепт на БКБ появляется у Тини. Видимо, чтобы Вич-Доктор своими касками не доставал, и Никсы разнообразные, потому что, да, если Тини бить не будет совсем, то Альянс вообще ничего не светит. Ну, да, по сути, Тини бафается, и оверчарж, вот этот, от Виспа, не знаю, конечно, насколько долго этот Висп проживёт, это уже второй вопрос. И от Бестмастера вроде бафается, пассивочка хорошая, там Владмиры всякие, Некрачи там тоже что-то дают. То есть, в общей сложности бафов для Тини столько много, тут ещё Магнуса такого-то не хватает, который бы тоже бафал. Ну, да, он вообще без артефактов тетрады. Да, реально, то Аганим-1 купил, и всё, больше, в принципе, ничего не надо. Да, и как бы будет Магнуса твой баф, Магнус почти-то тот себе Аганим и даёт. Ладно, в общем, вот такие вот у нас пироги. Нетворс Тини, если дойдёт хотя бы призительного до Нетворс Антимага, то там уже реально можно будет жить. И потихоньку пытается это делать Лода. Так, успевает улететь с телепорта, Eleven не находит. Ой, а тут у нас вытирание Бульдога было, так что... Ну да, его там Магнус хорошо вытер. Кстати, вот Пивчанский ещё, например, есть у Бримастера, это тоже немного неприятно для Аэма, я думаю, вот он конкретно сейчас уже задумался над этим. Ну, у него есть Манта, то есть он уже задумался просто над тем, чтобы Манту не юзать просто так, а юзать её... Ну да, после Пивчика. Угу. Конечно, команда Яхум просто колоссальная, они уже 20 тысяч над ворс ведут, больше 20 тысяч по экспе, ну, почти всё, конечно, в антимаге, но антимаг такое, что всех убивать может. Да, тот герой вроде слышал что-то. Да, да, там где-то выигрывал что-то. Башечка есть. Би-каби. Лё, да. Он сетевая, посмотри, он уже вышку почти спушил, он тут разминается на крипчиках. Даже в те тыщики, которые он промахивает, если он раз попадает по Тауру, то строение уже больно. Плюски раса появилась, поэтому пушить ещё проще. Очень много бонусов. Ну и появляются барабаны, то есть у Альянс одна надежда. вот, там, ну, закидывает толчики, но БКБ прижимает наказу сверху, и надо пытаться оттуда уходить, но его не отпускают, спимит, пасит. А, сторона горит. Да, и Хрома просто начинает элементарно сплитать. Очень, очень, очень дерзко. Но, барабан не упал. Слушай, 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 антимаг, ещё один блинк, уходит прям уже под фонтаном находится, и, да, не ехал, не ехал, ушел. Но, почти половину Рынджоу барабана забрал. В лобовой столкновении боятся идти, и Хома, как ни странно. Они, походу, чувствуют, что Никс Ассасин, хотя нет, Никс Ассасин, на самом деле, норм, но там не так много, там нет БКБшек, то есть, Никс, если даст хороший стант Карапасе, он реально будет очень полезен. Почему и Хома тогда боятся, я не понимаю. Не знаю, может, просто хотят повыпендриваться и, типа, засплитить, но, таким образом, они рискуют потратить очень много времени впустую, и подарить это время тому же Тиннику. Да, Тинни, он, это страшная машина, а, как мы уже отмечали, один фейл, там сразу минус вся база, это же Тони. С виспом-то и Бесмай, причем еще и Бесмастера, не будем забывать, если Бесмастера будет с какими-то условными там травелами, просто прилететь там на свою птицу. Ой-ой-ой-ой, бульдожик, Грейв, Грейв, Грейв. Хорошо, Грейв, правда, иллюзии гонятся, надо как-то подблочить, Аки хорошо блочат, жаль, что иллюзии не блинкаются. Так, как тут у нас миди, поймали наца, за Найтмарили лоду, монстр лода побежал, Эволэндж у него в кулдауне, есть только Тос, Манна Берн, прижимается БКБ, на развороте дает Тос, Сетивай тоже потянулся сюда, все башатся об лоду, есть Клэ, Праймал Сплит сверху, и пошли драться, подняли, просто бежать, вот просто бежать, лода уходит, Бремастер отсюда тоже, скорее всего, уйдет, так что, в принципе, все относительно неплохо, да, еще один циклон, то есть Альянс, конечно, ценой ульты Бремастера, но отбились, и потеряли только Виспа, причем Висп появится уже через, там, 17 секунд, но БКБ еще было прожато, 50 секунд до БКБ, долго до Праймал Сплита, и это проблемы, огромные проблемы, потому что сейчас уже, по идее, должны заходить их ом, если они сейчас не воспользуются моментом, либо Рошана убить, либо зайти на ХГ, это будет очень глупо с их стороны, да, это будет ошибкой, определенно ошибкой, именно макро ошибкой, и конкретно про такие макро ошибки мы как раз и говорили, где-то что-то не забрали, где-то не допушили, не подразвели на байбэк, и все, в итоге противник по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но выбирается со одна. Куми бакает. Да. Вот вард поломали, Альянс, у себя на базе, так, что там, у Дазла, я смотрю, Солар Крест, ну, бафов нереально много, вот, мне нравится, что Альянс, понимаю, в прямом, скажем, бою, у них очень мало шансов, им нужно пользоваться самыми крутыми артефактами в этой игре, а это именно как раз артефакты, которые бафают персонажей. Лимкинс, Фера. А вот тут начинаются косяки, потому что без МКБ, реально сейчас антимаг будет куском, он Тинни не убьет, без БКБ и МКБ, поэтому единственный вариант будет как раз засплитить. Так, ну вот он нагло нападает на Адса, просто его стирает. Да, Тинни, и Бисмастер, и не успевает накричать, уже замахивался. Да ладно. У него был орел, ай-я-яй, мисплей от Бальдога. Вызвал варлайм, он дал вижен, и сразу ульт. Немножко ошибся. Тут С4, точнее Аки еще психанул, процветил Никса, заходит на Рошана, сейчас, и Хоум. Нет пока никакого вижена, и Вивра нет, еще 22 секунды, но вот Ястреб залетает, С4, прыгает, ловер сразу же плюхал. И сразу же Вичдокр ставит свой Дезвард, Дезвард очень больно, но и Волочек сразу его сбили. Лода прожимает тоже БКБ, Адмирал Бульдог, под Грейвом, пока живет, дерется до последнего, но там по-любому его сотрут, стерли моментально, также Даззл, Бульдог, биле, трое в таверне. Ошибается, Альянс идут драться, зачем-то, вот Даззл, Даззл немного ошибся, чем ошибся, потому что он не дал Грейв на Бримастера, и у Бримастера вообще не было никакой возможности разложиться на Бримастерят. А у него и маны нет. А у него есть стики, да, то есть он бы нажал стики, нажал бы ульт, как-то бы разложился. Да, да, разложился бы, правда. Все плохо, все очень плохо в первой карте, напомню, что по системе Бот-3 проходит эта встреча, только первая карта. Странно, но наци не убили, очень странно. Антимаг бьет Дания просто. Они решили забить, потому что, за что? Ну, слишком серьезный Уверфарм. Когда у одного антимага Нетворс примерно такой же, как у двух ваших коров, это плохой знак. Даже больше. Да, да, даже больше. Человечка четыре ксаряда. Можно даже дозвот сюда подприписать еще. Ну, вот врывается у нас Бримастер, как-то троится воевает с Ланэмом, но все равно вторую сторону сейчас потеряют. Уф-чиген только-только снимают с него Аегис. Мы не забываем про вот этих вот мега-крипово. Вот эти победы. Типичный. Ху-ху-ху. Квитан Виталит просто стирает. Пол-чикен. Наваливает тоже очень больно. Это ранжевой керри. Против него пассивочка Тинни не особо работает. Еще одну тучку нужно сделать. А там уже подкопали и убили. Байбекается лода. С4 отошел немного. Пол-чикен. Надо как-то пытаться, конечно, еще и бараки здесь поломать. Там только 11 походу в курсе, что надо ломать здание. Но я думаю, что ихом и без этого неплохо разберутся. С4, С4, несты, несты, но нет, все-таки погибает. Лода тоже поймали в ульту, сбить эту ульту некому, и это гудгейм. К сожалению. неплохо сыграно. Ихом, на самом деле, браво. То, что сделали ихом, именно на стадии лейнинга, то, что не получилось заграбить миг. Это просто что-то нереальное. Да, они очень круто сыграли. Просто суперкруто. Вообще, всю игру практически как раз-таки сделал первая вот эта вот пятиминутка. Да, первая пятиминутка она реально решила очень много. То есть, Брюмастер, несмотря на то, что он хорошо нафармил, не смог потом ничего поделать с этим антимагом уже относительно отфижным. У него 12.05 в итоге у СТУ. СФ пошел в чужой лес, забрал все стаки, потом сделал ФБ. Вот этот это.